В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня секретарь Рязанского обкома КПРФ, депутат Городской думы Велина Волкова. Здравствуйте! Мы с вами встретились в юбилейную дату – день рождения пионерии. Какова история этого праздника? Ну, мне для начала бы хотелось бы напомнить нашим дорогим телезрителям, что 19 мая исполняется 95 лет Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. И я думаю, нынешнему молодому поколению мамы и папы, дедушки и бабушки наверняка рассказывали, как они были пионерами, как ходили в походы, как отдыхали в пионерских лагерях, как собирали металлолом. Советская страна ничего не жалела для детей. Это была настоящая страна детства, которой к концу 80-х годов принадлежало 5000 домов пионеров, 1000 станций юных техников и юнатов, 47 детских железных дорог, 34 детские речные флотилии, Артек, Орленок, Океан – это целые детские города. А еще тысячи детских пионерских лагерей по всей стране. Ежегодно в них отдыхали 12 миллионов человек. Были кожный мяч, золотая шайба, зорница. Но я думаю, перечислять здесь можно долго. Какова вот история пионерии в Рязани, в нашем городе? Днем рождения Рязанской областной пионерской организации по праву считается 1 мая 1923 года. Тогда по инициативе Рязанского губкома РКСМ был создан первый пионерский отряд. Был он создан при детском доме имени Третьего интернационала. И хочу сказать, что вскоре уже появились и другие пионерские отряды. Появились они при Рязанском заводе «Ряс-Сельмаш» при большинстве железнодорожных станций. И уже к началу 1923 года были созданы на Мурминской суконной фабрике, на стекольном заводе в Касимовском уезде, на станциях Ряжск и Чемодановка Ряжского уезда. Создавались пионерские отряды и во многих селах. И уже к началу 1925 года в Рязанской губернии насчитывалось более 12 тысяч пионеров, объединенных в 298 отрядов. Хочу сказать, что комсомольская организация для работы с детьми направляла лучших комсомольцев. Первыми вожатыми пионеров, рязанских пионеров, были Иванова, Моисеева, Баклан. Очень много для создания первых пионерских отрядов сделал первый секретарь губернского бюро пионеров Потапов. Велика роль пионеров, об этом мало кто знает во времена Великой Отечественной войны. Вот, расскажите об этом подробнее. Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны награждены сотни пионеров. Медалью за оборону Ленинграда более 15 тысяч ребят. Более 20 тысяч ребят медалью за оборону Москвы. И сегодня мне хотелось бы немного рассказать об истории создания этой героической организации. После того, как произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, стала меняться и жизнь юных пролетариев, детей рабочих и крестьян. В царской России сыновья и дочери бедняков в большинстве своем были неграмотны. У них не было возможности даже закончить сельскую церковно-приходскую школу или городское училище. Поэтому одним из первых декретов советской власти был декрет об образовании. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, что без всеобщей грамотности невозможно строить новое общество. И первые детские организации про образы пионерской организации появляются уже с 1919 года. И, кстати, многие из них создавались именно на базе детских кружков самообразования. Конечно, у них у всех были тогда разные названия. И, как сейчас говорят, не было единого центра. Он появился позже. Но мне хотелось бы некоторые из них назвать. Так вот, в 1919 году в Туле действовала Детская коммунистическая партия. Да, даже такие были названия. В Москве, Нижнем Новгороде, Одессе – «Юные коммунисты». А вот в Перми – «Муравейник» она называлась. В Подольской губернии – «Детские посевкомы». То есть, как вы видите, были разные названия. А непосредственно знакомые нам пионерские отряды стали появляться в начале 1922 года в Москве. И появились они по решению Московского комитета комсомолов. А уже 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция РКСМ приняла решение поддержать опыт московских комсомольцев и приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Вот какова цель таких организаций, как пионеры? Наверняка уже многие не знают об этом. Мне хотелось бы рассказать о том, чем занимались первые пионерские отряды. Они боролись с беспризорностью, они боролись с неграмотностью, они участвовали в субботниках. И вот уже в 1930 году гордо рапортовали 16-му съезду коммунистической партии. Мы обучили грамоте свыше миллиона неграмотных, отправили в подшефные села 20 тысяч радиоприемников, послали пионерам деревни свыше 500 тысяч книг, внесли на заем индустриализации полтора миллиона рублей. На средства, заработанные пионерами, куплено для колхоза в 4500 тракторов. В рядах пионерии были миллионы граждан советской страны. Воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли космос и осваивали целину, двигали вперед науку, культуру и искусство. Это была отлаженная система воспитания детей и подростков, в основе которой коллективизм, поддержка друг друга. И слова «сначала думай о родине, а потом о себе» были не просто лозунгом, а руководством к действию. Я думаю, что все ребята тогда мечтали носить гордое звание пионер, потому что пионер – это надежный товарищ, который всегда поступает по совести и чести. А что касается современных пионерских организаций, существуют ли такие в Рязани? Пионерская организация жива не только в нашей памяти. Нам, коммунистам 21 века, не безразлична судьба пионерской организации. И мы, как я думаю, большинство граждан нашей страны, нашей области, хотим полноценного возрождения пионерской организации, а главное – предпринимаем для этого усилия. И первые красногалстучные возрожденные пионерские отряды у нас появились в 1996 году. А с 2002 года уже полноценную работу мы проводим в нашей области. И сейчас у нас около тысячи пионеров в городе Рязани, в Рязанском районе, в Сасовском, Касимовском, Спасском, Клипиковском, Михайловском, ну и целом в ряде других. И 19 мая, как и по всей стране, и в городе Рязани, и во многих райцентрах, новым ребятам и девчонкам мы повяжем красные галстуки. А чем занимаются современные пионеры? Современные пионеры – активные участники акции, ветеран живет рядом, ведут поисковую работу, проводят конкурсы, эстафеты, соревнования, но живут активной общественной жизнью и с гордостью носят имя пионер. Почему Вы считаете важным возрождение пионерских традиций и организаций? Для того, чтобы ответить полностью на Ваш вопрос, я бы хотела рассказать о том, по исследованию аналитиков, какая угроза сейчас нависла над детьми и молодежью. Так, по сведениям экспертов, в современном обществе сотни тысяч детей беспризорных и безнадзорных, которые не посещают учебные заведения. И, к сожалению, молодежная преступность растет гораздо быстрее взрослой. Также хочу сказать, что тоже по исследованию экспертов, средний возраст молодых пьяниц, как их так называют, за несколько десятилетий последних он снизился с 15 до 11 лет. По стране на учетах в наркодиспансерах состоит 580 тысяч детей и подростков. Кроме этого, если сравнить показатели нашей страны с европейскими странами, смертность среди подростков выше у нас в 3-5 раз. К сожалению, все это говорит о глубоком социальном и духовном кризисе. Вот уже более 20 лет происходит деградация, созданная ранее и отлаженная до мелочей система работы с детьми и подростками. Федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за работу с детьми и подростками, за последние 26 лет реформировался уже более 10 раз. К сожалению, остаточный принцип финансирования этого направления уже стал нормой. За последние вот эти годы в нашей стране были закрыты более 25 тысяч школ, более 15 тысяч сельских клубов, тысячи библиотек. Как-то теперь уже, к счастью, бывший министр образования Фурсенко сказал, что задача образования – воспитывать грамотного потребителя. Но стоит ли удивляться тому, что молодое поколение, вошедшее во власть, далеко не всегда показывает пример бескорыстного служения Родине. Так, например, самый молодой министр связи российского правительства Никифоров начал свою деятельность с того, что предложил самому себе увеличить зарплату до 2,5 миллионов в месяц. Но как же далеки все эти грамотные потребители от своих сверстников, к примеру, сталинского времени, бескорыстно служивших Родине. Так, ставший в неполные 33 года наркомом вооружений Устинов добился, чтобы к осени 1942 года увеличился выпуск самолетов в три раза, а танков и боеприпасов вдвое. Неправильным было бы сказать, что работа сейчас не ведется. Мероприятия, безусловно, проводятся и зачастую очень нужные. То, что они помогают определенному количеству детей и молодежи провести досуг, раскрыть свои таланты, конечно, это безусловный плюс. Проблема в том, что они не способны решить тех коренных проблем, которые есть у нас в обществе, и сложились они в этом направлении. А причина заключается в том, что как раз эта работа направлена на то, чтобы бороться с последствиями негативных явлений, а не с их причиной. И, к сожалению, у нас мощный информационный ресурс, ну и так назовем его авторитет чиновников, брошен на то, чтобы убеждать молодых людей, чтобы убеждать родителей, чтобы причины этих негативных явлений они искали вовсе не в проводимой молодежной политике, а исключительно в самих себе. Хотя эти проблемы носят системный характер и кроются именно в проводимой государственной молодежной и детской политике. Спасибо вам за беседу, мы поздравляем вас с праздником, с телезрителем напомню, что в гостях у нас сегодня секретарь Рязанского обкома партии КПРФ, депутат Городской думы Евелина Волкова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин